Привет, друзья! Ну что, по вашим просьбам, потому что многие написали, что очень понятно, очень внятно и просто, да, объяснил Антон Поляков, это экс-народный депутат от Слуги народа, но он остался народным депутатом, но от Слуги народа уже экс, да, и по вашим просьбам теперь он объясняет. И действительно это одно из лучших объяснений, которые я слышал, а я их слышал немало, да и сам объяснял, да, почему эти два законопроекта так важны именно в одно время. Продажа земли и антиколомойский, как вам называют, закон. На самом деле антибанковский, еще и антизаконный, еще и антинародный. И почему эти два закона, как ниточка с иголочкой, почему МВФ и прочие там грантососы и соросята и тому подобная мразь требуют, чтобы эти два закона были приняты вместе. В чем глубокий смысл? Вам этого не расскажет власть, вам это рассказываем мы. Пока что еще не власть. Теперь возвращаемся к вопросу о земле. Земля будет распродана за бесценок. Почему за бесценок? Потому что, во-первых, кризис экономический, а во-вторых, земля, которая будет дана в залог банкам, она будет дана в залог по меньшей стоимости, да. То есть, когда вы берете кредит, допустим, под залог недвижимости, под залог там квартиры или под залог движевого имущества, например, под залог машины, да, то вам, как правило, или вы в ломбард несете кольцо, да, вы купили это кольцо там за 2000 гривен, к примеру, вам 2000 не дадут. Вам дадут там 200 гривен, 300, 400, как вы уже, собственно, к какому консенсусу придете, да, с кредитором. Вот тут то же самое. То есть, земля будет кредитоваться, да, она в залог, вернее, кредиты будут под залог земли даваться, но процент же будет 10, 20, 30 процентов от стоимости земли. Больше тебе никто не даст. И то мало кто вообще будет из нормальных фермеров сможет взять вообще кредиты. Потому что мелкие фермеры, они и так закредитованы, а крупные у них всё в инфраструктурных проектах, в стройках, в элеваторах, то есть им тоже придётся доставать свои миллионы из оборота, а оборот это то же самое, та же экономика, и вкладывать, замораживать земли, то есть их тоже не устраивает открытие рынка земли. Они не будут, грубо говоря, они не будут развиваться. И вот за эти проценты, 10, 20, 30 процентов от стоимости в кризис земли, банки смогут поджимать очень много земли. И вы даже, может быть, вы не хотите отдавать свою землю, то есть вы порядочный фермер, порядочный аграрий, там, я не знаю, малый или крупный. И вы просто-напросто, чтобы сбалансировать своё финансовое положение, да, даёте действительно в залог свою землю, своего агропредприятия. И даже если вы никогда не хотели эту землю продавать, и даже если у вас классный банк, и руководитель этого банка классный специалист, ну вот однажды руководство Нацбанка для себя решает, а почему бы нам не загробастать эту земельку, да, которая находится там в Черниговской, в Полтавской области, в Сумской области, в Житомирской, которые сейчас самые сладкие для иностранцев, и они даже не скрывают этого, потому что у нас из-за изменений погодных, да, у нас уже перемещается вот урожайность и всё остальное, то есть эти области самые сладкие для иностранцев на самом деле. И вот вы представьте, что делает руководство Нацбанка. Просто-напросто начинает этот банк поджимать. И в итоге туда вводят временную администрацию, какой бы он ни был хороший, как это было несколько лет назад, хороший, нехороший, есть у тебя деньги, нету денег, у нас есть свои требования. А то, что другие не придерживались этих требований банки и до сих пор они на плаву, и до сих пор они спекулируют там на пирамиде ОВГЗ, как вы знаете, да, муж Маркаровой сотни миллионов заработал, и всё нормально, Маркарова уволили, всё, гуляй дальше, украли снова с бюджета кучу миллионов, всё нормально, нам от тебя ничего не надо, молодец, отработало. Ещё и это правительство чего-то хорошего добилось, оказывается, он Корниенко всем рассказывает, что они добились каких-то непонятных высот, каких высот, никому не понятно. Вот тут то же самое, то есть безнаказанно отожмут этот банк однажды ночью, и вы даже этого не будете знать, и ваш банкир не будет этого знать. То есть это может быть региональный банк, ну допустим там Полтава банк у нас же есть, Чернигев банк когда-то был, то есть это может быть не национальный банк, какая разница. И вот однажды утром вы приезжаете, а оказывается, что всё, оказывается, что ваша земля, которая в залоге находится, она находится уже в совершенно другой структуре. А эта структура что делает? Продает её с акциона, и всё, вы не хозяин, до свидания. То есть это очень серьёзно, почему эти законопроекты о земле и антибанковские, почему они шли в связке, почему их требуют в связке, только непонятно, кто их требует. Потому что на самом деле никто из нас не видел документа с этими требованиями, никто не видел ни протокола, протокола этих, скажем так, переговоров или этого совещания с МВФ, ни видео, ни аудио, ну то есть записи. Никто не видел. Есть слова Зеленского, есть какие-то слова представителей МВФ и всё. Но что мы слышим с этих слов? То, что вы проголосуете, товарищи депутаты, и сразу же будет транш. Но транша не последовала. Что последовало? Следующие требования. Ну то есть, а какая гарантия того, что вообще этот транш будет? Какой он будет? И что снова не появятся какие-то требования? И по поводу того, что нужен нам этот транш или не нужен нам этот транш? Тут я бы хотел простой пример опять же привести. Возможно, нам и нужна поддержка МВФ. Возможно, да. Возможно, мы без неё не справимся. Хотя у меня лично другое мнение. Объясню почему. Потому что тот же Уманский, за которого я не голосовал, то есть как за министра, да. Но тем не менее, он хорошие вещи показал, что есть скрутки. Вот, пожалуйста, 60 миллиардов в год, да. 2 миллиарда с лишним долларов. Чем не деньги? Деньги. Этих схем, которые продолжают работать в государстве, море. С бюджета сотни миллиардов гривен воруются в разных структурах разными группами. И никто этого не останавливал. Более того, эти люди безнаказанно сейчас себя чувствуют, и всё нормально. То есть, слуги их прикрывают, покрывают и к ответственности не приводят. И вот эти финансы можно как раз и аккумулировать. Можно просто прекратить этот весь схемняк. Не ФОПы мочить, не аграриев там, не медиков там увольнять. А именно взять, вот, прикрыть все эти схемы и навести в стране порядок. Как минимум, вот вспомним, хотя бы мы за Нацбанк говорили, за несколько недель спалили 2 с лишним миллиарда долларов на валютные колебания. Кто это сделал? Какая ответственность будет у людей за это? Никакой, абсолютно. Мы подняли на 30% всего руководства Нацбанка зарплату за это. То есть, глава Нацбанка теперь получает 417 тысяч гривен в месяц. В месяц! То есть, это 5 миллионов гривен с бюджета один чиновник. И так, все его заместители, все руководители департаментов, они же получают тоже там 300 тысяч, 200 тысяч. Ну, то есть, это сотни миллионов гривен. Это только Нацбанк. Тот кредит, который нам должен прийти, транш, мы опять же возвращаем куда? В золотовалютные резервы. Ну, нам рассказывают, что частично еще куда-то потратили. Но как они это будут делать и на что, нам непонятно. Потому что на коронавирус они сначала хотели 90 миллиардов тратить на борьбу, с последствиями сейчас уже 60 миллиардов, то есть, 30 миллиардов туда, 30 туда, но, в принципе, все равно. Не знаем, что мы делаем и не можем объяснить, что мы делаем. Поэтому мое мнение, что мы можем справиться и без МВФ, но к чему я клоню? Если мы и работаем с МВФ, то надо просто подходить к этому с умом. Это мое… Я не навязываю никому там свое мнение, это мое мнение. К примеру, вы покупаете машину. Почему? Вы приезжаете домой и вы видите, что у соседа точно такая же машина. Он купил ее тоже же в этот же день, с такой же краской, с такой же комплектацией в том же салоне. Но, подойдя к нему, вы спрашиваете, он, оказывается, ее купил на 30% дешевле. На 30% дешевле. Одну и ту же машину, которые стояли рядом. Так вот, кто в этом виноват? Продавец, сосед или вы сами? Вот тут то же самое. Почему МВФ другим дает кредиты под более выгодные проценты? Или вообще без процентов? И реструктуризирует старые, и другие гораздо большие суммы. Причем, когда страны и нечего даже в залог дать, ну там пыль, песок, остров, да? Нету ничего. А у нас все есть. У нас все, что хочешь. У нас национальные богатства. У нас и земля, и газ, и уголь. Ну, у нас же все есть. И янтарь, и население. Ну, то есть у нас золотая страна на самом деле. И нам выкручивают руки. Так вот, кто в этом виноват? Может быть, мы сами, в том, что мы правильно не ведем переговоры, а может быть, у кого-то просто есть в этом во всем интерес. Может быть, кто-то тоже с этого что-то получит. Как вы думаете, у кого интерес основной? Ну, вы же видите, кто это все на самом деле, скажем так, продвигает и лоббирует. То есть помимо всей этой соросятни, да, шабунятни, то есть кто это лоббирует? Опять же, некоторые группы, связанные со слугами. Опять же, те, которые связаны с какими-то определенными олигархами. Ну, то есть подголосовывать, которые начали слугам. То есть мы все на лицо. Кому это надо? Кто больше всех кричит и кто больше всех борется за это? Значит, смотрите, у них есть несколько вариантов. Первый вариант – это приступить через закон. То есть нарушить регламент, пойти каким-то образом, путем, я не знаю, какие-то правки выносить в зал, какие-то не выносить, еще что-то придумать, антиконсистационное, антизаконное. Ну, собственно, все равно это ничем не закончится нормальным, потому что мы все понимаем, что тогда закон отменится. Второй вариант – вынести все в зал и голосовать. Если это будет не очередное заседание, то оно не сможет нормально, адекватно проходить, потому что внеочередное заседание прерывается только на полчаса в сутки. Нарушится просто кворум, потому что 16 тысяч правок проголосовать, ну не будет две недели депутаты по полчаса в сутки с перерывом сидеть в пленарном зале, элементарно это все разорвется. Если это очередное заседание, это второй вопрос, но тогда голосование затянется еще на больший период, потому что будут ночные перерывы, выходные, то есть вот такого плана. Де-факто есть коалиция, только это уже не монокоалиция, это уже коалиция евросолидарности и фракции «Голос». То есть мы это видели, перед этим к ним, к слугам народа присоединилась депутатская группа доверия, активно подголосовывали некоторые члены этой депутатской группы слугам народа, на которых есть папки дела в офисе генерального прокурора, ну в бывшей генпрокуратуре, и таким образом они получают индульгенцию от нашей правоохранительной системы, ну возможно еще какие-то договорники есть. Но то же самое с евросолидарностью, то есть мы видели, они начали голосовать, тут вот поправки в секвестр бюджета озвучили. Если я не ошибаюсь, Герашенко говорит, сказала о том, что там есть статьи, которые, собственно, противоречат процедуре децентрализации, если я не ошибаюсь. И после этого что? После этого у нас заводится что? Дела, да, опять дел на Порошенко. То есть, а впереди как раз голосование. То есть, может, таким образом они пытаются, скажем так, влиять на некоторые фракции. Ну по голосу, я думаю, мы же тоже прекрасно понимаем, что там есть вопросы к Вакарчуку, по уплате налогов, по всему остальному. Ну и плюс по составу самой фракции. То есть, и с кем, с какой фамилией, созвучно название этой фракции, собственно говоря. То есть, там же тоже есть активные, тот же Железняк Ярослав, который из Финкомитета, бывший советник Гройсмана, который топит за открытие рынка земли, за этот антибанковский законопроект и не видит в нём никаких вообще проблем. Ну то есть, там, скажем так, коалиция собралась звёздная. Но самое интересное, что в слугах, в средине слуг действительно уже коалиции нет. То есть, есть пласт, который, в принципе, уже не может сдерживать себя и голосовать вместе с фракцией. Будет ли так дальше, я не знаю. Но вместо того, чтобы со своей командой общаться, продолжают ломать всех через колено, договариваться с теми, вместо того, чтобы быть для них приговором. А лучше мы договоримся с теми, кому мы обещали быть приговором, а своих просто-напросто не будем на них обращать внимания, будем ломать через колено, покажем им, что мы и без них можем. Ну, в принципе, так и было, так и продолжается, но ни к чему хорошему это не приведёт. А как так получилось, что буквально год назад Владимир Александрович и Пётр Алексеевич были, скажем, мягко говоря, злостными врагами, да, оппонентами, тут сейчас через год они объединяются и голосуют. Как такое вообще может произойти, как вы считаете? Почему так? Я думаю, проблема изначально в подборе команды, которая близлежащая Зеленского. Я неоднократно вам говорил, что ему необходимо пересмотреть свою команду всех людей, которые именно ближе всего к нему находятся. То есть там явно очень много предателей или тех людей, которые некомпетентны, или компетентны, но действуют или в своих интересах, или не в интересах Украины, Зеленского и всех остальных. Фамилии можете назвать именно? В виде кого вы? Ваше мнение? Моё мнение, в первую очередь, вот на этом фоне, когда фракция раскалывается, то и партия в неочередных выборах громад проигрывает. Уже необходимо было сделать выводы и заменить главу фракции и главу партии. И нормально делать подбор и действительно сделать лифт, а не то, что вы там обманывали всех, делали какую-то имитацию, всё равно назначаете свой своих.